Завершившийся на прошлой неделе Международный туристический форум прошел успешно, и в том числе для принимающей стороны заключили эксперты. Большой интерес представители турфирм проявили к Сочи. Появились новые партнерские соглашения о развитии отрасли и продвижении внутреннего туризма в следующем году. Теперь, чтобы полностью соответствовать заявленным требованиям, необходимо решить ряд вопросов. Один из них – классификация гостиниц. 1600 средств размещения уже получили заслуженные звезды. Однако еще почти 400 пока уходят от процедуры. Через полгода эти средства размещения могут остаться за бортом большого бизнеса, подчеркнул Анатолий Пахомов. Город готовится принимать тысячи болельщиков Кубка Конфедерации. В свою очередь, туристические компании должны будут подготовить пакетные предложения – билет на футбол плюс размещение. Естественно, о заселении в неклассифицированную гостиницу не может идти речи. Что касается Кубка Конфедерации, то прошедшая в Казани жеребьевка определила команды, которые приедут в будущем летом в Сочи. В рамках группы 19.06.2017 года сыграет Австралия и Германия. Хорошая игра. Хорошая, зрелищная будет игра. 21.06. Новая Зеландия и Мексика. И 25.06. сыграет Германия и чемпион, который еще определится в Африке. Соответственно, плюс будет один полуфинал. Матчи будут интересны, а значит и гостей будет немало. Уже сейчас в администрации обсуждают дорожный вопрос. Не исключено, что придется ограничить въезд на курорт личного транспорта. Но если во время Олимпиады можно было безболезненно решить эту проблему, то Кубок Конфедерации будет проходить в разгар курортного сезона. А через Сочи на своих автомобилях в Абхазию едут тысячи отдыхающих. Как организовать движение, чтобы комфортно было и болельщикам, и отдыхающим, нужно решить уже в ближайшее время. Пока же вопрос куда более актуальный. Когда, наконец, по улице Православной в Адлере пустят движение? Оказалось, весь процесс погряз в формальностях. Что, вам это неинтересно, что стоит пробка с федеральной дороги? Интересно? Так занимайтесь 2 месяца, этот не может доделать 5%. Уже скоро. Сегодня хоть доделайте эти 5%, завтра дождь пойдет. Анатолий Пахомов распорядился пустить движение по объездной дороге в Адлере в тестовом режиме. Сделают это сразу же, как только на улице Православной будут установлены дорожные знаки. Рабочее движение на дороге объезде Адлерского вокзала будет запущено не позднее 20 декабря. А вот готовность к непогоде в Сочи объявлена уже сегодня. Синоптики прогнозируют дождь, похолодание и снег в предгорных и горных районах. Все службы приведены в повышенную готовность. Как готовятся к зиме главы районов Анатолий Пахомов заслушал доклады на планерке. Оказалось, что не все знают, кто и где будет расчищать муниципальные заснеженные дороги. Глава города подчеркнул, в случае срыва работ чиновники будут нести личную ответственность. Неприятный сюрприз под Новый год может ждать и жители тех домов, где еще не заключили договора на обслуживание газового оборудования. Таких в Сочи осталось 44. Глава города подчеркнул, допустить ЧП, связанных со взрывом газа, нельзя. Ради этого даже придется пойти на крайние меры. Если у вас через 10 дней не появится договор о обслуживающей организации по газовому хозяйству, будет отключен газ. И мы это сделаем. Заключать договор на обслуживание газового оборудования должны управляющие компании. Если дом частный, то сами собственники обязаны обратиться в Сочи Горгаз.